Здравствуйте, товарищи, друзья! Решила высказаться по одной наболевшей теме, которая достаточно наболела уже в рядах современных зоозащитников, которых обыватели совершенно незаслуженно именуют у нас зоошизой. Ну, я просто хочу разобрать один случай, и по моему разбору, по завершению моего разбора, вы сами можете сделать вывод, кто у нас в стране собственно шиза, и кто у нас в стране кто. Вот. Речь идет о совершенно многим знакомом случае с парком Львов, крымским, да, Тайган, а точнее с его гениальным руководителем. Гениальным в плане, конечно, со знаком минус, как правило. Потому что, вот смотрите, что он натворил. Он просто, да, я сейчас не буду говорить, какой он бизнесмен, какой он организатор, хозяйственник, как восхищаются им его адепты. Я просто хочу разобрать один случай. Причем случай этот не высосанный из пальца, нет никакие не слухи, это уже официальное подтверждение. Это подтвердил начальник ОМВД России по Белогорскому району, считаем, высший подполковник полиции Гоминю. То есть этот товарищ, который, как бы, властью направлен для того, чтобы урегулировать какие-то трешовые, нарушающие закон действия, так скажем, в Крыму, да, в Белогорском районе. То есть ему надо думать, что он погоны свои надел не случайно, но надо думать, что ему верить можно. Окей. Читаем, что же у нас наделал товарищ Зубков. В течение февраля 2021 года в целях оптимизации зоологической коллекции осуществлялась эвтаназия выбракованных животных, а именно 10 голов вьетнамских свиней, 8 голов, то есть просто так взял и усыпил, 8 голов миникоз, 4 голов пони, 20 голов бурых медведей. То есть это всего, считаем, 10 плюс 8, 18, потом так, 22, 24, почти полсотни зверей, товарищ взял и усыпил. Произвел выбраковку эвтаназия, вот это вот интересное словосочетание эвтаназия выбракованных животных. А по какой причине он вообще, собственно, произвел их выбраковку? Они что, были некоторые на трех ногах, а двух головах, не размножались, были очень худые, не в кондиции, были поражены какими-то неизлечивыми болезнями? Так, абсолютно нет. Ну, то есть, как бы подтверждено, что он их всех убил, но их останки находились в таком виде, что понять, кто это был, уже было сложно, насколько я понял. Вот так, возможно, это следует понимать. Ну, то есть, да, как интересно, да. Ладно, давайте сделаем отсюда первый вывод, который напрашивается сам. Чел совершенно безнаказанно усыпил полсотни зверей. От этой предпосылки будем исходить. Окей. Дальше. Почему же это ему сошло с рук? На всех осмотренных трупах животных следов от применения огнестрельного оружия, о, как оказывается, стрелянных, рубленных ран, переломов костей не выявлено. Ну, то есть, просто усыпил, не издевался. То есть, видимо, для полноты картины, согласно логике вот этого товарища и полицейского, согласно его логике, чтобы вытянуть, так скажем, на жестокое обращение, господин директор должен был не просто усыпить своих животных, а должен был еще и нанести им стрелянные, рубленные раны, переломы костей. Видимо, подвергнуть их каким-то китайским пыткам. С ума сойти. Я офигеваю, ребята, вы у себя в полицейском участке, видимо, практикуете такие же опыты, если вы ждете от хозяина зверинца чего-то такого, чего он вам не предоставил. А, ну понятно, да. Ну, то есть, если кису просто грохнули, то киса сам виноват. А вот если кису еще незаслуженно били ногами и, возможно, руками, ну, тогда еще можно посмотреть. Возможно, это жестокое обращение с кисой. Ну, это да, это так по аналогии со стульями с 12, да. Ну, то есть, как бы, зверей убили, но не жестоко. Заявление и жалоб читаем ниже в конце этого абзаца о жестоком обращении с животными в парке Львов-Тайган в адрес Белогорского района в ЛПЦ так же не поступало. А ничего, что вот эти товарищи, которые чуть ниже указаны их фамилии, ну, здесь они замазаны, ну, понятно, для чего. Есть и полная версия с участниками, со всеми, кто возмутился и направил запрос, на который они получили вот эту отмазку. Есть и полный список. То есть, несмотря на несколько писем о жестоком обращении, этот товарищ заявляет, что заявление вообще о жестоком обращении с животными в парке Львов-Тайган в адрес Белогорского районного центра там какого, в ЛПЦ, не знаю, что это такое. Эти аббревиатуры не убивают мой мозг, не только мой. Никаких заявлений не поступало. Ну, то есть, нормально. Чел завалил кучу тварей, но зверюк, ну, я вам ничем помочь не могу, извините. Потому что я тут не вижу жестокого обращения. Окей. Но дополнительную проверку он все-таки произвел. Давайте посмотрим, что он там дальше пишет. Так, а дальше самое интересное. Согласно статье 11, смотрим, ну, эти два верхних абзаца можно пропустить. Он тут нам приводит статью, которую он сейчас будет, соответственно, интерпретировать, как он хочет. об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельный законодательный окей. Проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Господи, какое нагромождение ничего не значащих слов, а? Я вот просто как лингвист сижу и офигеваю, реально. Меня такому не учили. Вы там сколько классов закончили, ребята белогорские? Вы вообще следите за вашим языком. Что вы пишете? Как это читается потом? Ох! Проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую боль. Поэтому эвтаназия это усыпление животных без болезни медикаментозной убой животного. А, ну то есть как бы их просто усыпили и им было не больно. Но это еще как сказать? Не знаю. Это, знаете, бабушка надвое сказала. Я не знаю, как действует эвтаназия вообще на животное, но возможно происходит остановка дыхания, сердца. Это тоже, знаете, не очень-то весело. Определенный момент есть, когда это животное мучится. Насколько он длинный для того, чтобы это продолжить, чтобы возбудить дело. Я не знаю, какой он должен быть. Для нас важна формулировка в данном письме, в данном фильме кино и грамоте, так скажем, потому что это нормальное, серьезное письмо вообще никак не тянет. Для нас важна формулировка эвтаназии. Это усыпление животных, безболезненный медикаментозный убой животного. То есть предположим, что действительно медведи были усыплены таким образом безболезненно. Пофиг, что он просто их убил, пусть он их усыпил и они не мучились. Окей. А сейчас переходим к другому письму, где рассказываются подробности этой эвтаназии и которая находится в совершеннейшем противоречии вот с тем, что мы сейчас рассматривали. Тоже еще один ответ из данных инстанций белогорских. Запомним на всякий случай фамилии вот этих вот героев, которые у нас в первом письме фигурируют, кто нам предоставил такой отзыв, что просто так усыплять зверей по их логике это норм, да? Ну, они же не страдают, они же не мучаются, да? И пойдем дальше. Более раннее письмо, октябрь 21-го. И здесь мы получаем новые подробности о том, уничтожены эти бедные мишки. Вот смотрите. Смотрим вниз страницы. В соответствии с распоряжением директора парка Львов-Тайган от 21-го, 01-го, 21-го, вперед такой-то, такой-то, то есть он их, он с ними разделался, заметим, ровно две недели. Он их тупо убивал. На территории указанного парка проведена эвтаназия от стрел, оказывается это. Здесь ставится равенство между понятиями эвтаназии, которые как бы предыдущий оратор охарактеризовал как безболезненное нормальное как бы, да, усыпление животных. Здесь у нас эвтаназия, это трактуется как отстрел. Это вообще нормально? А отстрел это безболезненное умерщвление животного? А если я вам скажу, что оно нифига не безболезненное? Я даже не представляю, как вообще 20 медведей можно безболезненно отстрелить. Вы это можете себе представить? Я нет. Даже если представить, что он по каждому медведю, медведь находился каждый раз в положении, в том, в удобном положении и стрелять по нему было можно с гарантией его умерщвления, а этого скорее всего не было на самом деле. Но я не представляю, что все медведи были так расположены в данный момент, что их можно было убить с одного выстрела. Чтобы они не мучились. И что значит не мучились? Куда ему нужно попасть, чтобы он не мучился? Даже если попасть ему в сердце, он все равно будет мучиться некоторое время. Это будет очень больно и страшно. Это чрезвычайно болезненная смерть, я так думаю. Только вот сейчас не надо мне говорить, что там у медведей другой порог болевой и так далее. Это, знаете, еще бабушка когда-то высказала у кого какой порог. Ладно. Получается, что у нас есть видимое, абсолютно заметное невооруженным глазом противоречие. В предыдущем письме нас убеждают, что товарищ Зубков своих медведей убил совершенно гуманно и безболезненно. И окей, его медведи вынудили, они подняли там восстание, у него было мало финансовых средств, как он сам говорит в своих интервью. Окей. В этом письме нам сообщают, что он их, оказывается, расстрелял. И это тоже нормально. У меня вопрос, а следом, что у нас будет нормально в нашей действительности? Что еще можно выбрать? Может, я сейчас возьму пушку и пойду грохну каких-нибудь не особо мне понравившихся животных моего зоопарка? Как вы думаете? По-моему, неплохая идея. Ну, а потому что эвтаназия, это отстрел, да, я захотел подвергнуть их эвтаназии, я не могу смотреть на их мучения больше в тюрьме для животных. Я решил пойти их пострелять. Что вы на это скажете? Эту логику можно развивать именно в таком направлении, а почему бы нет? Финансовые у него затраты послужили причиной, да, то есть, несмотря на то, что этот чел имеет там несколько особняков, вертолет, недвижимость в Португалии, ему было неподъемным трудом содержать бедных аж 20 медведей, да, и он решил их просто тупо отстрелить и все. Совершенно правильно возмутился Юрий Корецких таким издевательством из Альянса защитников животных, да, он все это еще раз ребятам разжевал, чтобы им в рот положить, чтобы они наконец-то поняли, насколько они подтасовывают факты и насколько они уравнивают совершенно несравнимые понятия, да, убийство 20 медведей путем отстрела, а также более 20 других животных не установленными на данный момент способами в нарушении положения федерального закона номер 498, то есть он просто их уничтожил, а как, это его еще надо спросить, как, является жестоким обращением с животными, повлекшим их гибель. Пусть он докажет, что он сделал это безболезненно, пусть, и пусть он объяснит, почему. При этом в действиях звукова усматривается корыстный мотив, ввиду того, что по официальным данным убийство животных производилось по причине избавления от финансовых затрат, необходимых для исполнения обязанностей, естественно, корыстная цель. Он пожалел своего бабла тупо. Вот так это по-русски звучит. Давайте подытожим. В Крыму существует некий чел, который плюет на законы, который тупо потому, что у него жалко там лишние несколько десятков тысяч или сотен тысяч, имея миллионы, миллиарды, сколько там у него, на содержание тех зверей, которые он взял для наживы на этих животных, для их демонстрации, он, имея такие средства, просто они ему тупо надоели, и он их расстрелял. Властные инстанции данного региона решили, что это нормально, и расстреляв их, он подверг их эвтаназии. Таким образом, они поставили знак равенства между эвтаназией и расстрелом, что совершенно вопиющее нарушение как закона, так и вообще всех норм здравого смысла. Вам, товарищи, друзья, соответственно, решать, что это было, предварительный сговор или какие-то другие вещи, почему власти Белогорского района республики Крым покрывают такие страшные вещи, и чего ждать в Крыму в ближайшее время? Вот у нас сейчас товарищи другие наши молодежь сражаются с фашизмом на Донбассе, с фашизмом человеческим, а рядом в нескольких сотнях километрах в Крыму у нас творится вопиющий фашизм в отношении животных. Как мы дальше будем жить, я не знаю. Спасибо за внимание.